Деньги не пахнут. Но светятся. Журналистам показали, как метят купюры для взяток. Сотрудница КТЖ упала под поезд и лишилась ног. Правда ли, что руководство железной дороги назвало это суицидом? Что говорят родственники пострадавшей? Без билетники нелегально. О какой схеме рассказывает вагоновожатый из Костанае? Откровения проводника вызвали скандал. Неужели за каждого зайца они давали откат? Когда идешь к начальнику на отчет, еще надо ему дать. Сколько человек задействовано в этой схеме? Кредиты, которые государство обещало аннулировать, малоимущим списывают не всем. Некоторые люди утверждают, что после подобной помощи они попадают в черные списки банков. Другим на карточку приходят деньги, превышающую сумму долга. Так что же происходит? Четверо детей Клары Исламовой вынуждены делать домашнюю работу на полу. Денег на покупку стула нет. Спят и кушают они здесь же. Времянку семья арендует. 36-летняя Клара Исламова одна воспитывает четверих школьников. В 2014 году женщина взяла кредит, чтобы купить и реализовать товар в Адеме. Торговый дом сгорел, оставив Кларе миллионные долги. Я взяла в кредит 250 тысяч в тенге, но не смогла выплачивать. Поэтому моими долгами занимаются частные судебные исполнители. Сейчас сумма выросла до 400 тысяч в тенге. Надеялась, что государство поможет. Но деньги мне не выделили. Почему? В такой ситуации оказалась не только Клара, но еще десятки женщин. Вопросы многодетных матерей журналисты задали заместителю премьер-министра Бердебеку Сапарбаеву. Мы все списки давали. Деньги полностью были выделены. Если кто-то по каким-либо причинам не попал в этот список, это можно пересмотреть. А то, что деньги скидывают тем, кто не брал кредит, это неправильно. Вопрос требует изучения. Казахстанцы смогут проверить свой статус для списания части кредита на портале ЕГОВ. Сейчас определены 507 тысяч человек, которым погасят кредиты на сумму 105 миллиардов тенге. Нацбанки отметили, что разговоры о черном списке – слухи. Это не должно не оказывать какое-то негативное влияние на кредитную историю заемщика. На стандартных условиях в будущем человек будет подавать заявку на кредит, и его будут рассматривать, рассматривать его кредитоспособность, платежеспособность. Нужно отметить, что списки нуждающихся еще будут дополняться. Сто уголовных дел по фактам коррупции возбуждено в Алматинской области с начала года. Об этом сообщили в департаменте антикоррупционной службы региона. Сегодня для представителей масс-медиа чиновники организовали день открытых дверей. Как говорят антикоррупционщики, деньги не пахнут, но они светятся. Журналистам показали те самые купюры, которые выдают взяточников. Отметим, в списках коррупционеров Алматинской области числятся как госслужащие среднего звена, так и руководящие работники. Возраст их тоже сильно разнится. Так, начальник управления сельского хозяйства региона был уличен в получении взятки в 5,5 миллионов тенге. Ему оставался до пенсии всего год, но вместо заслуженного отдыха пенсионер отправился за решетку на 4 года. Соответственно, 98 преступлений в этом году нами выявлено. Из них коррупционной составляющей составляет 65%. Соответственно, на сегодняшний день следствие продолжается. Ввиду 201 статьи УПК, я пока их раскрывать не могу. В октябре родственники, попавшие под поезд, работницы казахстанцами Ржалы требуют от руководства компании опровержения информации о том, что женщина таким образом пыталась покончить с собой. Гульжанат Бухарбаева лишилась обеих ног. Родные уверены, что она упала на рельсы по вине работодателя. Мать и свекровь Гульжанат Бухарбаевой целыми сутками дежурят у больницы, чтобы поддержать молодую женщину, которая лишилась обеих ног после того, как она попала под движущийся состав 19 августа. Ей пришлось пережить уже три операции. Последние две провели в стенах областной больницы, куда ее доставили с санавиацией из райцентра. Когда начальник железнодорожной станции Шалкара Жолдебай Истлеов назвал случившееся суицидом и отрапортовал об этом телеграммой, мы были в шоке. Считаю, что он просто хочет уйти от ответственности. Родственники уверяют, что попытка самоубийства исключена, ведь дома ее ждут дети, любящий муж. Никаких конфликтов в семье не было. Родные утверждают, что на рельсе 33-летняя женщина упала из-за переутомления, ведь последние пять дней ей приходилось работать бесперерывно. Хотя рабочим графиком предусмотрена посменная работа. У КТЖ прошу дать справедливую оценку случившемуся. Моя дочь хотела и хочет жить. Она сама мне об этом не раз говорила. С начальником станции, сделавшим заявление о суициде работника, поговорить не удалось. Он отказался от комментариев. Тем временем в больнице, где сейчас лежит Гульжанат, отметили, что последняя операция прошла успешно. В последующем у женщины есть шансы ходить с помощью протезов. Произведена аутодермопластика, свободная кожаная лоскута. На обе конечные раны закрыты. В данный момент у нее состояние стабильное. Угрозы жизни нет. Родственники Гульжанат требуют от руководства Казахстан-Темыр-Жулы опровержения информации о попытке суицида со стороны Гульжанат Бухарбаевой. Они возмущены и тем, что с момента случившегося никто из представителей нацкомпании не пришел и никак не поддержал семью. Еще одно заявление на железной дороге может обернуться скандалом. Проводник из Костана уверяет, что они вынуждены брать безбилетников за деньги, а затем сдавать определенную сумму начальству. В компании якобы действует целая схема. Нина Шапо выслушала всех участников конфликта. Жаская Родгутов – единственный вагоновожатый, который не боится показать свое лицо. Его стаж 20 лет. Но теперь проводника отстранили от работы. Ему грозит увольнение за то, что в его вагоне при проверке обнаружили безбилетных пассажиров. Но сам проводник говорит, что на самом деле это целая схема, во главе которой якобы стоит начальник поезда. Сами начальники поезда проверяют, у кого сколько. Потом ты вот эту вот, которая отметка идет, надо отдавать в одну сторону, с каждого вагона. Назад такая же картина опять. Плюс, когда идешь к начальнику на отчет, еще надо ему дать, чтобы самому завтра опять поехать в рейс, остаться в этой бригаде. Жаская Родгут уверяет, деньги за безбилетный проезд стекаются к начальнику поезда. А если зайца в вагоне нет, отмечаться приходится из своего кармана. Руководство компании Туркси-Пастана обвинения работника считают необоснованными. По их мнению, проводники подняли шум, потому что заранее знали, что за проезд безбилетников им грозит увольнение. А мы вообще насчет безбилетных пассажиров сейчас боремся жестко, потому что сейчас и все компании, такие факты, которые если случаются, они сразу увольняют этих людей. Мы одни из первых тоже борьбу ведем с безбилетным проводом. За то, что Жаская Рад и двое его коллег провезли пять безбилетных пассажиров, компании придется вернуть субсидированные средства на сумму более миллиона тенге. Поэтому заинтересованности в безбилетниках, по их словам, у них нет. Двоих вагоновожатых уже уволили, а между тем проводники уже обратились в антикоррупционную службу. Сейчас у нас организован офис «Одолжол», который нацелен именно на то, чтобы устранить вот этих безбилетников, перекупщиков на дорогах. Скажу, что любой желающий может обратиться в колл-центр наш 1424. В департаменте выслушали две стороны и обещали объективно разобраться. Но Жаская Рад Гутов уверен в своей правоте. Сейчас он готовит письма генеральному директору Турксипа Стана, в транспортную прокуратуру и в аппарат президента. Казахстанская молодежь сможет арендовать квартиры по 12 тысяч тенге. Правила предоставления жилья утверждены сегодня, а прием заявок стартует 10 сентября. Участие в программе смогут принять казахстанцы до 29 лет. Как обещают власти, жители Нур-Султана, Алматы и Шимкента смогут отпраздновать новоселье уже в ноябре этого года. Подробнее о критериях отбора расскажет Мюльдер Абдуалиева. Главными требованиями для получения съемного жилья за 12 тысяч тенге являются возраст и место жительства. Молодые люди должны быть не старше 29 лет и проживать в Нур-Султане, Алматы или Шимкенте не менее двух лет. Прием заявок в экиматах трех городов стартует 10 сентября. Стоит отметить, что претендовать на квартиры смогут как семейные пары, так и несостоящие в браке. Для подачи заявки при себе необходимо иметь удостоверение личности, документы об образовании и трудовом стаже, свидетельство о браке, рождении детей, об отсутствии недвижимого имущества, а также справку о доходах за последние 6 месяцев. Срок эксплуатации жилья составит 5 лет. Это не программа социальной поддержки. В первую очередь рассчитана на то, чтобы дать возможность молодым людям на период накопления первоначальных финансовых средств до приобретения собственного жилья по государственным и другим программам. При отборе претендентов будет использоваться бальная система. После подачи заявки в течение 10 дней подсчитываются баллы и далее формируется список. Учитываются места работы, наличие семьи и детей, а также имеющиеся накопления в банке. Если у кандидатов окажется равное количество баллов, преимущество будет у того, кто подал заявление раньше. После будет комиссия, которая будет, исходя из критериев баллов, определять тех, кто наиболее достоин, скажем, на получение этих квартир. Вообще эта программа также рассчитана не только на этот год, но будет в ближайшие как минимум 3 года программа реализована. Общий объем, я думаю, за эти 3 года до 9 тысяч квартир накопится. Ежегодно для этих целей из государственного бюджета будут выделять 20 миллиардов тенге. Количество выдаваемых квартир составит 3 тысячи. И как отмечают специалисты, в случае успешного исполнения проект может стартовать и в других городах страны. Пока этой возможности радуются жители крупнейших мегаполисов. Я снимаю жилье за 80 тысяч, и думаю, за 12 тысяч снимать квартиру, это была вообще хорошая идея. Но я попробую оба. Я снимаю квартиру за 120 тысяч тенге в районе Евразии. 12 тысяч тенге это идеальный вариант. Я бы хотел накопить деньги на свою квартиру. Это хорошая возможность для них за дешевую цену проживать в квартире. Площадь арендных жилищ составит порядка 40 квадратных метров. Как обещают представители ответственного ведомства, жители трех крупнейших городов получат ключи от квартир уже в ноябре этого года. Однако, по прогнозам, до этого момента молодым казахстанцам стоит набраться терпения, поскольку их ждут серьезнейшая конкуренция и очереди в Акиматах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok